Девушки отдыхают Я уже чувствую себя просто как русалка, знаешь, только Нептуна, наверное, но найти, и все будет нормально. Очень приятно, что мы сегодня опять встретились, и опять любимое мое блюдо – это речная рыба. И снова неожиданный секрет в рецепте, который как будет называться? Хмельной карп, фаршированный овощами, сметанно-хреновым соусом. Сегодня стравы скоропа есть в многих диетах и лечебных программах. Адже именно эта рыба, за своими поживными властивостями, подекуда даже лучше, чем ее морская родичка. В частности, за количеством витаминов группы А, В, Е, П, П, которых в морской рыбе почти нет. Вживание карпа помогает при проблемах с ее щитовидной залозой. А что до карпа в пиве, то его подавали, что в княжи часы. Позже ласово-хмельной рыбой полюбляли и козаки, адже рыба и пиво в их рационе были почти каждый день. Так что такое соединение продуктов является традиционным для Украины. Но мало кто знает, что хмель – это не единственный ингредиент, который полностью прибирает запах пресноводной рыбы. Все-таки хмельной. Да, хмельной. Историю я тебе расскажу, почему хмельной. Вот от такого карпика мы отрезаем два порционных вот таких куска. Четыре сантиметра такие брусочки. Здесь у нас мы налили обычное пиво. Но это необычно звучит. Зачем мы положили карпа в пиво? А потому что это пиво в свое время, поэтому, наверное, я сюда и положила. Я отняла у своего мужа. Как-то так получилось, мы были там, ну, знаешь, на мероприятии. А давай я что-то буду делать. Да, давай, зайчик мой, режь грибы. Как? Грибы резать можно пополам и пластинками, и можно кубиками. Режь кубиками. Мы включили заранее духовочку, чтобы она у нас нагревалась. До 200 градусов. До 200 градусов, да. Хочу заостерить внимание, что я не разрезаю живот, а получается, как маленькая тарелочка у нас, вот такая вот. Вот, тут нету разрези. Значит, мы замариновали рыбу в пиве и ставим так рыбу минут на 15. Этим временем мы должны приготовить сейчас овощи. Овощи мы делать будем аль денте, то есть полусырыми, потому что у нас все будет доходить в духовом шкафу. Но не забывай, пожалуйста, о знаменитой истории с пивом, который ты отобрала у мужа. Ну да, ну да, значит, было у нас там мероприятие, и как обычно, мужчины второй день, они готовят там маленький загашничек в холодильничке пивка. Ну, чтобы легче было утро пережить. Да, да. Ну, а знаешь, как обычно, у мужчин все мало, надо больше и больше. Ну, я что-то так разозлилась, я говорю, ну, Саш, в это время режем лук. И плачем. Да. Ну, как-то надо уже как-то или поменьше, или как-то так. Держи себя в руках, Александр. Не, ну, он же нормально себя, знаешь, там, не то, что там падал, он говорит, ну, я же не падал, я же не буянил, ничего. Вот именно. Ну, мне хотелось, чтобы он был трезвее, но не важно. Думаю, ну, ладно. Я встаю, у меня была рыба, думаю, ну, все, что же мне сделать, а кушать-то надо готовить. И был карп у нас в холодильнике, думаю, ну, приготовлю карп и попробуй замариновать его именно в пиве. Поскольку оно стоит в холодильнике, и Александр его хочет, поэтому я его заберу. Так ты рассуждала? Да, назло, назло. И, честно говоря, пиво у нас, чтобы так сказать, что, Зай, хватит грибов. Ну, все, Аллочка замариновала, все сделала. Александр Геннадьевич подходит к холодильнику, хочет взять это же пиво, а пива нету. Ну, я вижу, что он на меня немножко обиделся, Надюш, полуковицы в данном случае нам хватит. Обиделся. Но понимает, в чем тут, да, все дело. Я говорю, Сашунь, ну ты не злись, бросаем это на сковородку, немножко растительного масла. Говорю, ты не злись, я сделала лучше, чем пиво. Ну, и достаю же этого карпика. А он же любит рыбу, мы-то с вами это уже знаем. Короче, да, он сам говорил, что он, я встретил вас, и все было, и, ой, боже мой. Так, теперь перчик точно такими же квадратиками режем. Половинки хватит. Берем сельдерей. И, значит, попробовал все, никакой обиды, ничего. И с той поры, вот, мне как-то понравилось. А потом бывают такие случаи, знаешь, вот, хочется пива, выпили, а в бутылке остается. Ну, куда его? И я стала практиковать не только рыбу, а бывает и с мясом так делаю, потом разные, там, печенюшечки на пиве. То есть пиво не пропадает. Ну, получается, что именно благодаря хмелю или пиву в данном случае пропадает запах. Запаха совершенно нету. Значит, мы бросаем сюда сельдерей. Это все мы готовим овощи, которым будем начинять вот эти отверстия, которые у нас там получились. И ты сказала, уже аль денте, то есть только лучок немножечко протомился, как сразу же сельдерей. Да, да, да. У Аллочка очки надела, чтобы лучше видеть. Ты знаешь, я такие вот мелкие, я, что касается рыбы, мне нужно обязательно, чтобы я видела, где какая-то косточка, где какая-то, извините, сукровица с рыбы. С рыбой нужно работать очень внимательно. Бросаем сюда перчик. Алла, сельдерей уже пахнет так вкусно. Но я знаю, что некоторым аромат сельдерея не нравится. Без него можно обойтись? Это по желанию, Надюш. Ну, почему пренебрегать сельдереем, если это очень полезно? Да. Это не так просто, это полезно. Очень. Други скажут, вот почему она не положила сюда морковь? Почему? Ну, морковь уже надоела просто-напросто. Это настолько уже приевшаяся... Совершенно верно. Я не хочу ничего сказать против морковки, но тут она не нужна абсолютно. Сейчас мы немножко приперчим. Я скажу, что вот эти овощи, каждая хозяйка может делать, что есть. Как она желает, как она это видит, пусть это делает. И бросаем сюда грибы. Но грибов это очень много, мы бросим вот так. Вот нам достаточно. Ну, пропорции на глаз, я так понимаю, да? Да, я делаю на глаз. Ну, невозможно же обойти стороной тему, которая для вашей семьи сейчас актуальна и радостна. Победа в шоу кулинарная динафия. От души поздравляем вашу семью, потому что вы, конечно, заслужили. Спасибо большое. Я, честно говоря, сама рада, что все-таки на мастер-шефе у меня как-то не получилось. Но я была не готова. А здесь семья моя. Тяжеловато, конечно, было. Боже, какие они у нас тупые. Ёлки-палки, а? Я охренею. Ты понимаешь, что делается? Ты пробуй свой микс, блин, шампиньоны, свои сраные сырые. Вот и пошел. Что ты делаешь? Если ты не угадаешь, все, кранты. Дима, я тебя убью. Я тебе кабачок в одно место засуну, вот этой сырой. Дима, разговаривайте со мной, что как не мы там стоите. Я разговариваю с тобой, как ничего. Вот так на всю студию. Ма, ты можешь показывать, что ты делаешь? Что ты берешь? Что ты делаешь? Я, ***, не вижу. Все, пошли мы на сковородку. Пошли мы на сковородку. Так, отставляем мы наши овощи. Пусть они здесь стоят. Сейчас мы будем заниматься жаркой рыбой. Ставим сковородочку. Слушай, жарить рыбу, которая находится в пиве, то есть влажную, это, наверное, такие брызги сейчас будут? Нет, брызг не будет. И я хочу сказать, что карп – это вот правило 4-х П. Ты знаешь правило 4-х П для карпа? Нет. Вот видишь? Это, значит, так, почистить, промыть, подкислить и посолить. Угу. 4-х П. Вот купила карпа на рынке и сразу 4-х П. 4-х П. Так, первое мы сделали, почистили, второе промыли, третье – подкислить. Это мы пивом, что ли, сделали? Да, вот в данной ситуации у нас уступает пивок. Пиво у нас немножечко… Это 4-х П зачем? Чтобы убрать запах, правильно? Вот это все у нас и получается. А дальше поперчить и посолить, да? Так, солька им. Как я говорю, солим вернее. Ты знаешь, я не понимаю одного, как некоторые говорят, ой, рыба, но это так долго, это так долго. Ну да. Да ну что тут долго? Пока 4-х П сделаешь. Ну вот уже 4-х П. Уже сделано. И плюс еще одно С и одно 5-х П солим. Так что, так, берем эту рыбку, немножечко муки. Я хочу сказать, что мука для того, чтобы все, что у нас рыбки есть сок, мука у нас удерживает. Но муки не надо много. Вот сделали и вот так вот струсили. Вот она должна быть. Не надо там муки, не знаю, столько. Чтобы корочкой взялась. Да. И у нас будет корочка хорошая. Вот все. И лишнее. Потому что, знаешь, когда вот жаришь рыбу, и на сковородке такой осад получается. Это почему? Потому что сильно много муки. Точно. Так, мы купим. Ты общалась в непривычных обстоятельствах с родными людьми. Чем они тебя удивили? Ой, честно говоря, сначала удивление, не удивление было, а я поражалась ихней тупостью. Вот родных. Не обижайтесь. Я говорю, понимаешь, говорю так, как оно есть. Вот понимаешь, они все. Алла, Алла, я говорю, ну вы же должны включить мозги. Вас же Эктор не заставил там готовить какие-то супер... Если бы они услышали там равиоли, то... Ну, Дима у меня-то знает, что такое, потому что он официант там работает. А для моей Ани это вообще... Чуть-чуть поджарилась и переворачиваем. У меня было чувство, что она как маленький ребенок, понимаешь? Она так... Она увидела Эктора, говорит, мне больше ничего не надо. Эктора увидела, все хорошо, да. Ну, а потом, немножко, конечно, погрымкала. Честно говоря, мне за некоторые моменты стыдно там, что я там пи. Я вообще стараюсь никогда не говорить, чтобы было пи-пи. Ну, а так получается. Ну, ничего, дисциплина должна быть, Надюш. Так что... Так, вот у нас, смотрите, как рыбка дошла у нас. Вот до такой корочки. Причем довольно быстро. Рыбка уже поджарилась. Она температурный, уже у нее прошел режим, тот, что положено. Вот мы все-таки используем пиво. Это алкоголь. То есть детям такое блюдо нельзя? Нет, там не будет чувствоваться алкоголь. Нет? Алкоголь весь испарится. Да, это испарится. Ты попробуешь и скажешь, что там просто-напросто не чувствуется никакое пиво. Все будет нормально. Поворачиваем теперь, вот так вот ставим. Да, это тебе не просто рыбку пожарить. Потом? Я имею в виду, что, ну, вот речная рыба, казалось бы, но что из нее приготовить? А это блюдо такое себе. Не только мужу с утра, чтобы его бутылку пива забрать. А ты чувствуешь перчик как пахнет, как пахнет? Это аромат и сельдерей, и перец, и рыбка не имеет запаха кины, как обычно с рыбой бывает речной. А все потому, что мы знаем правила 4П, благодаря которым мы и достигаем этого эффекта. Сейчас мы добавим пиво еще сюда, и будем тушить в пиве. Ну, в целом бутылки пива нам хватит, да? Пол-литра? Нет, ну, тут стакан пива. Меньше, да? Стакан пива хватит. Если чуть-чуть овощей попадет просто в ковар. И страшно, да. Я просто хочу, чтобы поплотнее было найдешь. Все-таки овощи такие красивые, и контраст, цветовая гамма красивая. Теперь берем это пивко, и вот сюда его выливаем, Надюш. А ничего, что там, может быть, вот этот как раз запах рыбы остался? Нет, пожалуйста. Не пахнет рыбой. Как ты определяешь, сколько нужно налить, Аллочка? Вот, получается где-то на палец. Вот у нас кусочек рыбки есть, на палец. Если много налить, оно будет вареное. Оно может развалиться. Все, и теперь мы делаем, боже поможет ей в час добрый, открываем и ставим. Так, пусть пока на 200 постоит. Так, теперь мы, Надюшенька, быстренько будем делать соус. Значит, у нас, как обычно, хрен, или по-украински хрен. Это, каждая знает хозяйка, такая палочка. Выручалочка. Которую, если пока месяц натрешь, сто раз поплачешь. У нас уже, он готовый, он уже натертый. Значит, соус хреново-сметаны есть очень много-много способов. Но я хочу показать самый-самый простой. Ставим чистую сковородочку на печечку. Берем кусочек сливочного масла. Столовая ложка. Добавляем столовую ложку муки. Это для соуса, да? Да, как на бешамель прямо, правда? Да. И сразу сметану? Да. Сейчас мы вымешаем. А комочки не образуются? А нет, сейчас мы... Так у нас же 6 ложек. Так, это у нас уже остывает. Чтобы горячий хрон наш не испортить, пусть оно немножко остынет. А мы с тобой этим временем, у нас практически все уже готово. То есть, единственное мы укроп, петрушка, базилик немножечко нарежем. И еще для декора положим там по маленькой веточке. Я-то знаешь, я как-то баба трендечиха. Во-первых, я очень быстро разговариваю, очень быстро. И поэтому не каждый меня понимает. Ну? Ну мы тебя прекрасно понимаем. Единственное, что иногда ты начинаешь об одном говорить, а заканчиваешь о третьем. Да, да, вот это точно. Но с нами женщинами это периодически случилось. У меня в голове там просто дом советов, понимаешь? Так, это меленько-меленько порежь, Надюшенька. Здесь базилик. Базилик, петрушка и укроп. Вот это вот помешивание соуса уже происходит не на огне, да? Да, да, я убрала. Зачем же, чтобы оно сильно сварилось? Оно у нас как крем. Видишь? Вот такой густой он? Да, да, густой. Мы добавим хрончика. У нас будет соус, как подушка, и он не должен быть такой жидкий, как сметана. Берем теперь наш хрин. Где-то пока мы столовую ложечку добавляем. Ну, щедро. Острый будет соус. Если бы у нас был с огорода палочка хрончика, да, да, там он очень-очень-очень сильный. А коль мы уже купили такой готовый, то он не очень ядреный. Главное, хорошо выместить. Ну, как крем, чтобы был. Ну, все равно оригинальный соус, потому что чаще всего мы берем и сметану с хреном просто смешиваем, а тут еще и, как говорится, оттенки бешамеля. Еще немножечко. Да. Ну, я скажу, что с хреном это вообще-то древний соус. Поросенка подают с хреном, потом стерлят с хроном. Ну что, рыбу уже можно доставать? Да. Ох, горячо. Шторчить. Удивительный аромат. Знаешь, вот не сразу и догадаешься, что это рыба, откровенно говоря. Овощи прямо вообще чувствуются. А мы еще боялись, что будет запах тины, потому что рыба речная. Нет, правило 4П работает. Так, берем. А я же соус. Попробуй. Знаешь, вот хочется сказать, хреновый соус. Хреновый, да? Да. Ну, какая хозяйка такой соус. А на самом деле вкусно, потому что хрен мягко сочетается со сметанной основой, и он получается такой, что его и ложкой можно есть. Хмельной карп. Видишь, так даже он. Пьяный, да? А то же хвостовая часть. На удивление, красивое блюдо. Хотя готовить его было достаточно просто. Вы это видели, и я уверена, уже захотели попробовать на ваших кухнях. И мы обязательно попробуем, каким вкусным получился этот хмельной карп. Сначала полюбуемся, а я напомню вам, как мы его готовили. Для приготовления хмельного карпа вам понадобится карп, светлое пиво, сельдерей, лук, грибы, болгарский перец, сливочное масло, растительное масло, зелень, сметана, мука и хрен. Карпа почистить, промыть, залить пивом и оставить на 15 минут. Измельчить лук, болгарский перец, грибы и сельдерей. Овощи обжарить на растительном масле до полуготовности. Карпа посолить, поперчить, разрезать на два одинаковых порционных куска. Затем рыбу обжарить на растительном масле с двух сторон до образования золотистой корочки. В обжаренного карпа поместить овощи, залить пивом. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать рыбу вместе с овощами и пивом на протяжении 10 минут. Для приготовления соуса подогреть сливочное масло, муку, перемешать, добавить сметану и затем хрен. Готовую рыбу подавать на подушке из соуса, украсив зеленью. Аллочка, ну угощай же меня, пожалуйста. Здесь такой аромат. Так, я тебе дам такой вот кусочек. Очень красивый. У меня хмельной, я знаешь, побольше к габаритам, поэтому будем, пожалуйста, бери приборы и будем пробовать. Итак, цель достигнута. Рыба пахнет замечательно, никакого запаха оттенка не присутствует. Запах алкоголя, кстати, тоже просто приятный хмельной оттенок. И с соусом немного. Тут нету костей. Хватай уже, короче. Аллочка. Сейчас попробую. Необыкновенно. Рыба нежнейшая. Ароматная. Пиво же, наверное, дало не только этот аромат хмельной, но еще и мягкость просто необыкновенную. При приготовлении хмельного карпа самое главное усвоить правила 4П и почувствовать вдохновение, которое мы сегодня ощутили благодаря Аллочке Ковальчук. Спасибо большое. Спасибо. АЛЛОДИСМЕНТЫ 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 АЛЛОДИСМЕНТЫ